Приход храма преподобного мученика Афанасия Брестского в Минском Руще обладает святыней, которая притягивает людей со всего города и даже со всей страны. Список чудоторного образа Божьей Матери Всецарица, оригинал, который находится в Отопецкой обители на Святой горе Афон, уже и сам прославился как чудотворный. Он был принесен в Беларусь самым первым, 28 января 2010 года. Еще раньше пришла слава Всецарице, как иконе Пресвятой, у которой часто исцеляются анкобольные. Эта слава подтвердилась, но списка Всецарицы в Руще исцелялись и исцеляются и страждущие от бесплодия, алкоголизма, болезней глаз, суставов, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Благодарность за бесчисленные чудеса, явленные по молитве к Пресвятой перед ее образом Всецарица, каждый год на праздник этой иконы совершается крестный ход. В шествии с чтимой святыней по военному городку в Руще принимают участие не только местные жители, но и верующие со всей Беларуси. Много людей приезжает на те воскресные молебны, которые совершаются еженедельно, получая помощь от Божьей Матери и в физическом своем состоянии, и в духовном, в первую очередь. Они всегда потом стремятся выразить свою признательность и любовь. И вот этот сегодняшний день, день сугубо упоминания этой иконы, конечно, является для них особым таким поводом посещения и вознести свою благодарность соборне, чем, конечно, пользуется. Ну и милостью Божией каждый год в такую чудесную погоду по молитве Пресвятой Царицы нашей Господь посылает. Так что духовная радость и внешне, и внутренне у людей. Людмилу Владимировну врачи готовили к операции по удалению злокачественной опухоли в Боровлянах. И вот в день самой операции страшный диагноз не подтвердился. Ну весь храм молился обо мне, все сестры молились, батюшка молился, перед иконой все царицы со слезами на глазах батюшка молился. И вот они меня вымолили. Я радость эту первую, кому сообщил-то нашему батюшку, отец Александр. Мне не делают операцию, у меня нет злокачественной опухоли. Случаев в нашем храме очень много. Люди в благодарность за это дают свои золотые украшения, которые вешаются на иконы. Их ужасно очень большое количество. И со всего города, со всей Беларуси к нам приезжают люди и рассказывают об разных исцелениях, особенно связанных с онкологией. У меня очень тяжело заболела мама, очень тяжелой болезнью. И вот в течение месяца даже больше слезные молитвы практически уже была вот в эти выходные на грани жизни и смерти. И вот сейчас все стало улучшаться, стало лучше. То есть есть какие-то шансы, что она выздоровеет. Знаю одного такого человека, это председатель фонда Максима Грека, Сергей Юрьевич Рудов, председатель фонда друзей Ватопеда. Знаю, он получил помощь. Но вообще-то очень сокровенно, когда Богородица помогает, мы должны благодарить Господа и Богородицу за ту помощь, которая была явлена нам. Список «Все царицы» был написан афонскими монахами свято-никольской кельи Буразери и освящен на оригинальной иконе Ватопеде по просьбе минского прихода преподобного мученика Афанасия Бресского и при содействии белорусских меценатов семьи Шавель и друзей из Польши, в частности православного издательства «Братчик». Когда обратились старцы с предложением написать точные списки для Белоруссии, я, конечно, воспринял это как Божье благословение, как благословение Пресвятой Богородицы. И первый список, точный список, именно был написан иконой Всецарицы. В Белоруссии с тех пор появилось еще несколько списков иконы Божьей Матери Всецарицы, написанных на Афоне. И в одноименном Минском приходе, и в Сынковиче, и в Гродинской епархии они уже прославили Пресвятую чудесами. Это значит, что Пресвятая Богородица всегда и везде откликается на молитвенный призыв людей, и на Святой горе Афон, и в столицах, и в далекой провинции действует евангельский принцип «По вере вашей да будет вам». Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Минск. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...